В Тимошевске столкнулись 11 автомобилей. В Астраханской области задержали пенсионерку с авиабомбой. Англичан посетила НЛО, а на территории Российской Федерации будет введена государственная система наблюдения за историей автомобиля. Такой была уходящая неделя, эти новости нас потрясли. О них рассказывали все федеральные каналы. А все, что касается событий Крымской района, только в наших главных новостях. Здравствуйте, я Наталья Харламова. Сегодня в нашем выпуске. Ровнее дороги, целей сапоги. Как в Крымске берегут народную обувь? Сколько денег в краевой казне? Каким будет бюджет Краснодарского края? Хозяйка будущего года готовится вступить в свои права. Тяжелая техника приблизилась к центру города. Прохожие удивились. Трактор в Крымске разъезжает по тротуару. Наши корреспонденты выехали на место и выяснили, что за дело взялись коммунальщики. Наталья Корня продолжит тему. В Крымске продолжается благоустройство города. На центральных улицах прокладывают новые пешеходные дорожки. По улице маршала Гречка продолжают высаживать новые саженцы-липы. Бригады рабочих многофункционального центра городского жилищного хозяйства не перестают трудиться на благо города. Как только растаял снег, работы по высадке новой аллеи продолжились. За один рабочий день новую жизнь обретают 40-45 молодых деревьев-липы. По всей улице имени маршала Гречка коммунальщики уже высадили порядка 200 саженцев. А вот по улице Пролетарской дорожники прокладывают новую пешеходную дорожку. Вначале тщательно укладывают щебень, затем одевают в асфальтовое покрытие. На этом участке дороги тротуар долгое время отсутствовал. Людям приходилось передвигаться по обочине автодороги. А это крайне небезопасно и некомфортно. Наталья Корня, Владимир Попов, новости 24 Крымск. О вопросах в сфере жилищно-коммунального хозяйства в эфире телерадиокомпании «Крымский экран» в программе «Диалоги» на этой неделе говорил глава муниципального образования Крымский район Анатолий Разумеев. Ответил на вопросы крымчан. Их было много, а время эфира ограничено. Поэтому часть наши корреспонденты передали для работы компетентным службам. Хватит ли денег на решение всех проблем? Это зависит как от района, так и от краевой казны. Каким будет бюджет Краснодарского края? В репортаже моих коллег. Принятию первого в истории Краснодарского края трехлетнего бюджета предшествовали долгие обсуждения. Не только в парламентских комитетах. В статье главного финансового документа региона прошли публичные слушания в муниципалитетах края. Во втором чтении законопроект представил губернатор. Бюджет края останется социально ориентированным. Александр Ткачев заявляет, расходы будут направлены в первую очередь на повышение качества жизни кубанцев. Мы обязательно найдем возможность существенно повысить зарплаты библиотекарям, музейным работникам, хореографам, учителям пения, социальным работникам. Та категория, которая в силу разных причин была немножко забыта. Это наша боль, работники культуры, те, кто по большому счету воспитывает наших детей, сохраняет наше культурное наследие и живут, надо сказать честно, на нищенские зарплаты. Также получают копейки социальные работники. Это тяжелый труд и он тоже, я считаю, должен, как во всем мире, достойно оплачиваться. К концу 2014 года работники культуры, их зарплата увеличится до 18 тысяч рублей в месяц. У социальных работников почти до 16 тысяч рублей. А зарплаты учителей и медиков к 2016 году в регионе составят больше 40 тысяч рублей в месяц. Парламентарии рассчитывают не только на полное исполнение расходной и доходной частей бюджета, но и уверены, что Казнакрая в следующем году будет с профицитом. Мы уже привыкли к тому, что в последние годы в результате вот такой слаженной совместной работы под руководством Министерства финансово-регионального, налоговые службы на всей территории, управление финансовое по всей территории края обеспечивают прирост дохода по сравнению с тем, который мы утверждаем. Я думаю, что так же будет и в 2014 году, мы во всяком случае на это надеемся. Пополнение бюджета в том числе ожидается за счет Олимпийского Сочи. Капитальные вложения последних лет в инфраструктуру города сделали его современным курортом мирового уровня, привлекательным как для туристов, так и для крупных инвесторов. Весь опыт, наработанный в Олимпийской столице, Александр Ткачев предлагает реализовать в Краснодаре. В ближайшие пять лет на программу «Краснодару» столичный облик выделят 28 миллиардов рублей. Сегодня впечатление всех гостей, всех инвесторов, как раз мы сегодня значительно портим существующими ситуациями с пробками, с инфраструктурой, с коммуникациями. Поэтому, конечно же, упор на то, чтобы все-таки сделать с самым современным городом Краснодар, где самая большая нагрузка, это очень правильное решение. Что касается развития благоустройства района в краю, то в каждом муниципалитете принята так называемая дорожная карта. Финансирование заложено в проекте нынешнего бюджета. Ремонт сельского клуба, строительство спортивной площадки или детского сада – это тоже часть большой социальной политики региона. У нас тоже на территории очень много клубов, которые нуждаются в реконструкции. И это должно быть, потому что наши дети, они также должны видеть красоту. Тогда, когда они приезжают учиться в город, у них не должно быть того дискомфорта, что у нас тут хуже, а вот здесь лучше. Кубанские села ждут изменения. Вместе с федеральными из краевого бюджета в агропромышленный комплекс направят 9 миллиардов рублей. Кубань – аграрный регион, напоминает Александр Ткачев. Положение дел в крае во многом зависит от того, как живут и чувствуют себя аграрии. Многие из которых пострадали в результате АЧС. К ним сегодня максимум внимания. Для нас это вопрос жизни и смерти. Конечно, сегодня защитить себя от АЧС, сделать нашу территорию благонадежной в этом смысле – это важно для экономики, это важно для инвестиций в то же животноводство и сельское хозяйство. Мы все приехали из села, мы все приехали из станицы, прекрасно понимаем, что создание условий жизни для нас – это святая обязанность. Мы Кубань, мы аграрный регион, и это наше лицо, и это наша экономика, это бизнес, это наше все по большому счету. Село нашей Кубани, Краснодарского края, должно, конечно, отличаться от других территорий, безусловно, в лучшую сторону. Кроме альтернативного животноводства, в регионе намерены стимулировать развитие овощеводства, развитие фермерских хозяйств, что важно предприятий переработки. Министерство сельского хозяйства принимает документы об выплате субсидий на литр произведенного молока, и эта же программа будет сохранена и на будущий год. Финансирование подусмотрено, это отрадно. На заседание не раз подчеркивали, бюджет принят в непростых условиях, рост экономики в стране замедляется, но благодаря запасу прочности все базовые отрасли кубанской экономики развиваются стабильно. Есть повод для оптимистичных прогнозов. Через три года средняя зарплата в регионе составит больше 33 тысяч рублей. Важно то, что бюджет в общем края не уменьшается, увеличивается и не уменьшается бюджет на здравоохранение. Мы видим умеренные, но шаги вперед в здравоохранении. У нас появляются новые препараты, появляются новые расходные материалы. Мы продолжаем в крае переводить больных бесплатно. Мы говорили о газификации сельских поселений, мы говорили о развитии малых поселений. И вы знаете, что еще отрадно, мы договорились, что первые, ну скажем, те средства, которые появятся сверх бюджета, первый миллиард, он опять пойдет на социальные вопросы. Тот бюджет, который принят для людей, он жизнеспособен, он будет работать и в этом его залог успеха. О благоустройствах безопасности крымские огнеборцы на этой неделе тушили пожар в Центре реабилитации для пожилых граждан села Киевского. Какая оценка дана прошедшим учением, расскажет материал моих коллег. В 9-й палате Киевского Центра реабилитации для престарелых граждан произошел пожар. Есть пострадавшие. Такая водная поступила в пожарную часть города Крымска. К счастью, ЧП оказалась учебным. Бригада спасателей немедленно выехала на место происшествия. В такой ситуации главное соблюдать спокойствие и как можно быстрее выполнить спасательную операцию. Среди клубов дыма пожарный находит мужчину в неподвижном состоянии. Ему необходима помощь. Сам он выбраться из задымленного помещения не в состоянии. Счет идет на минуты. Ликвидировав оставшихся постояльцев дома временного проживания, пожарные приступили к тушению. Благодаря навыкам, умению и быстрому реагированию в чрезвычайной ситуации, очаг возгорания удалось ликвидировать. Подали рукав на центральный ход, рукав высокого давления производителя, тушение пожара. До этого была ликвидация людей, отключение электронегии. Но все по плану шло. В завершение операции итог подвели краевые специалисты. С поставленной задачей огнеборцы справились. Бригаде дана оценка удовлетворительно. Ситуация была учебной, но оперативность преобладала во всем. Мы показали то, что мы умеем делать. Умели спасателей вынести одного человека. Для меня это было достаточно. А так можно было 20-30 вынести. Готовность была на 100%. А вот в Крымске полицейские казаки действовали не по учебной тревоге. В самом центре города они искали взрывоопасные предметы. В конце недели поздно вечером многие жители Крымска не могли не заметить столпотворения в самом центре города. У одного из торговых павильонов в припаркованном неподалеку авто обнаружили предмет, напоминавший взрывное устройство. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования отдела полиции совместно с кинологами и работниками следствия. 5 декабря в автомобиле одного из местных жителей был обнаружен предмет, вызывающий подозрения, который был изъят для исследования сотрудниками полиции. Исследование показало, что данный предмет не представляет опасности для жизни населения. На сегодняшний день терроризм является основной проблемой для всех правоохранительных органов России. И стабилизировать обстановку, пытаясь предупредить, не допустить террористические акты можно лишь совместными усилиями, а именно бдительностью населения и сотрудничеством с правоохранительными органами. Наталья Корня, Александр Недобешкин, Анатолий Мажухин. Новости 24 Крымск. Бдительности и внимательности полицейские учили граждан на пресс-конференции. Как не стать жертвой мошенников, знает Вероника Ежова. В Крымске участились разбойные нападения и грабежи. С целью профилактики корыстно-насильственных преступлений сотрудники правоохранительных органов провели пресс-конференцию в кабинете начальника полиции Андрея Богуса. Здесь говорили, что потерпевшими в таких общественно опасных деяниях являются женщины, несовершеннолетние и лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Иными словами, та категория граждан, которая не может оказать сопротивление. Данные преступления совершают, как правило, группы от двух до трех человек. Это лица, которые состоят на профилактическом учете в отделе МВД России по Крымскому району, как ранее судимые лица, употребляющие наркотики и несовершеннолетние. Воруют в основном деньги, ювелирные изделия. В последнее время особой популярностью пользуются и мобильные телефоны. Анализ совершенных преступлений показывает, что в основном грабежи и разбой совершаются в общественных местах и на улицах. Что касается нахождения в ночное время на улицах и общественных местах, по возвращению с работы, с каких-то увеселительных мероприятий, торжественных мероприятий, в обязательном порядке рекомендую добираться по месту своего жительства либо на такси, либо попросить кого-то из своих знакомых, близких, чтобы кто-то приехал. Помимо улиц, имущественные насильственные преступления совершают и в жилых домах. Максим Перетятько, капитан полиции, напомнил крымчанам о мерах предосторожности. Первое правило безопасности знают и взрослые, и дети. Не следует открывать двери незнакомым людям. Второе – лучше не говорить особенно малознакомым лицам о своих доходах, приобретении или продаже дорогих вещей. Уважаемые жители города Крымска, хотелось бы обратиться к вам и сказать, что одним из наиболее эффективных способов защиты вашего имущества является постановка своих домовладений и квартир на пульт централизованной охраны отдела университетной охраны по Крымскому району. Полицейские настоятельно рекомендуют быть бдительными, соблюдать основные правила безопасности, помнить, что чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы, а похищенное имущество возвращено законному владельцу. Вероника Ежова, Анатолий Мажухин, новости 24 Крымск. Далее в нашем выпуске. В папахе и рубахе за родину. В крымских кадетских классах учат казачеству. В гостях у хозяйки будущего года. Как она готовится к новогодней инаугурации. Единое окно многофункционального центра совсем скоро станет реальностью. Начиная уже со следующего года, любой документ можно будет получить у специалиста центра. При этом в очереди стоять не придется. О работе службы МФЦ в Крымском районе в продолжении выпуска. Клиент номер 94. Подойдите, пожалуйста, к окну номер 14. Принцип единого окна. За любую услугу к специалистам многофункционального центра города Крымска. Такая перспектива в недалеком будущем ждет жителей Крымского района. А пока приедя в МФЦ, некоторые его посетители не всегда довольны качеством обслуживания. Документы между Лермонтовой здесь потерялись. Мы просидели, сидим, дали нам за... Потерялись документы между Лермонтовой и этим окном. Александр Иванович оформляет куплю-продажу земельного участка. И для того, чтобы собрать необходимый пакет документов, ему приходится сидеть в очереди. Да еще и документы затерялись, говорит мужчина. Теперь не знаешь, где их искать. Оформлял? Нет, я считаю, что сделаю одно окно. Это очень хорошо. По крайней мере, люди не бегают по всему городу. Это очень хорошо. Ну, где-то как-то четкость должна быть. Ну, ладно, может потеряться, может где-то там отлеглась, но кто-то же должен искать. Другие клиенты МФЦ считают, что срок между сдачей и выдачей документов слишком большой. Может, оно так и надо? Не знаю. Ну, долговасто. Ждать, ждать долго. А вот когда сюда приходите, на качество обслуживания? Да ну, ничего. Мне кажется, ничего. Обслуживание, ну как, ну... Она и плохая, и хорошая. Просто 12-го числа, 29-го, это почти месяц. Сейчас многофункциональный центр оказывает 15 государственных федеральных услуг, 39 местных краевых, плюс оформление различных документов на муниципальном уровне. По словам руководителя центра Елены Самыгиной, в задержке документации вины сотрудников единого окна нет. Наша основная функция, функция МФЦ, это прием, информирование граждан о порядке предоставления услуг и выдача документов. Вот из этой формулировки видно, что саму услугу многофункциональный центр не оказывает. То есть работники центра только лишь совершают прием документов от граждан. Затем передают их другим службам по назначению, чью компетенцию входит оказание услуг. Это может быть управление имущественных отношений, Росреестр, регистрационная палата, БТИ и другие. В будущем работу МФЦ в Крымском районе планируют усовершенствовать. И уже в следующем году начнется практика единого окна. Мы будем принимать услуги и Росреестра, и Пенсионного фонда, и Миграционная служба, и Налоговая инспекция, и Центра социальной защиты населения, и много-много-много других услуг. И вот тогда действительно будет соблюдаться принцип единого окна. То есть любой человек, придя в МФЦ, он не будет спрашивать, в какое же мне окно нужно подойти за какой-то определенной услугой. Он пришел, взял талончик, и к любому специалисту за любой услугой он может подойти. Как и сейчас на ресепшене, вам выдадут талон электронной очереди, в порядке которой любой работник многофункционального центра поможет решить все интересующие вас вопросы. Наталья Корня, Владимир Попов, Новости, 24 Крымск. День рождения партии «Единая Россия» в Крымске отметили делами. Единороссы принимали местных жителей и решали их проблемы. Светлана Поляруш продолжит тему. Отмечая день рождения ударным трудом, так решили на собрании фракции активисты Всероссийской политической партии «Единая Россия». Официально зарегистрирована правящая политическая партия «Россия» основана 1 декабря 2001 года. По данным Минюста, в партии состоят 2 миллиона россиян. Голосуем за «Единую Россию», наверное, и будем так же продолжать, если нас не подведут дальше. На приеме граждан депутат от партии «Единая Россия» Николай Кравченко старался оказать максимальную помощь людям, пришедшим со своими проблемами, как в последнюю инстанцию. Партия создавалась не праздновать юбилеи и праздники, все остальные. Она создавалась, прежде всего, для укрепления России, для укрепления ее государственности. А укрепление в целом России и ее государственности зависит от каждого ее гражданина. И чем лучше каждый гражданин будет жить, тем сильнее и мощнее будет наше государство. Вот поэтому мы сегодня все в округах, и я в том числе. Люди приехали, так я понимаю, со всего района, даже с некоторых других избирательных округов. Но принимать будем все. И постараемся в рамках законодательства всем оказать помощь и содействие. Вопросы у людей были самые разные. Жители хутора Светлый просят помочь с газификацией. Пенсионерка с 40-го года рождения интересуется, когда введут льготу дети войны. Газификация и электрификация. Но электрификация там есть, но она слабенькая. Вот по этому вопросу, чтобы он нам помог. Он нам уже помогал, чтобы и все помог. За 12 лет существования партии произошли большие изменения и в уставе, и в составе. Сегодня ставятся большие задачи, например, по белой зарплате, чтобы люди получали достойную пенсию. И привлекать людей в партию нужно конкретными делами, а не лозунгами, говорит Николай Кравченко. Светлана Поляруш, Владимир Попов, Новости 24, Крымск. Родину любить учат юных кадетов Крымского района. В полку защитников Отечества накануне прибыло. За таинством посвящения юных крымчат в кадеты наблюдали наши корреспонденты. В Ахвадовке нет, а на речке воды нет. Хочу защищать родину. С такими словами ученики 3-го класса 66-й школы хутора Эвсиевского вступали в казачьи ряды. В течение трех месяцев ребят знакомились с историей и культурой кубанского казачества. И вот он долгожданный день посвящения. Я хочу служить Россией, я хочу защищать ее и стать казаком. Я хочу стать главным казаком Крымского района. Я хочу родину защищать. Мне нравятся казаки. Им Екатерина Вторая землю подарила, мне для нее жизнь не отдавали. В актовом зале юные кадеты пели, танцевали, иначе говоря, демонстрировали свою подготовку. Ведь настоящий казак – это не только первоклассный боец. Об этом говорили глава сельского поселения и первые лица районного казачества. В этот торжественный момент они были вместе с ребятами. Ну что там у тебя, малец, нагорелось? Скажи. Прошение от нас, третий классник, школа номер 66, хутора Эвсиевска. Добрый, сейчас прочтем. О чем там просят наши третий классники лучшей школы России? С этого дня ряды казачьего общества пополнились на 11 казачат. Ведь со всеми испытаниями ответственные ребята справились на ура. В конце посвящения девчонки и мальчишки давали клятву. Сейчас в Крымском районе 634 казачонка обучаются в 26 кадетских классах. Вероника Ежова, Анатолий Мажухин, Новости, 24 Крымск. Хозяйка Нового года готовится к вступлению в свои права. С ней повстречались мои коллеги. 26 дней осталось до 2014 года. Совсем скоро начнется суета на улицах, переполненные маршрутки, магазины, рынки, во всем будет присутствовать суматоха. Паника, надо успеть всем прикупить подарки. Новый год – время чудес праздник, которого мы ждем с нетерпением весь год. Бесконечное волшебство, чарующая магия и ароматный запах ели поднимают настроение. Кажется, что бы ни произошло в мире, какой бы кризис не посетил нашу страну, оливье, Дед Мороз, подарки и улыбки будут существовать вечно. А запах Нового года, перемешанный с ароматом мандарин, окутывает нас за месяц до наступления праздника. Я очень люблю Новый год и, конечно, люблю в кругу семьи проводить его. Хозяйка следующего года по восточному календарю – лошадь. Космический элемент – дерево. Цвет лошади – синий. Таким образом, талисман Нового 2014 года – синяя деревянная лошадь. Синий цвет символизирует одновременно их глубину и высоту. Деревянная лошадь – это природная сила грациозности животного и силы живого дерева, которая способна пробиться сквозь невероятные преграды на пути к своим целям. В итоге, год синей деревянной лошади является прежде всего годом для целеустремленных людей, которые могут добиться поставленных результатов, пусть даже не самым легким трудом. Лошадь – животное, глубоко уважаемое практически всеми народами. Достаточно вспомнить, сколько значил хороший конь для воина или пахаря, чтобы понять, насколько он важен. Лошадь – это самое прекрасное животное, конечно же, самое сильное, доброе, грациозное. Лошадь – это то животное, которое никогда не обидит, не предаст. Это большое животное, доброе, очень красивое, которое общается с людьми, оно дарит свою энергетику. Лошадь даже использует в лечебных целях, она дарит теплую энергетику людям и забирает негатив. Даже в наши дни породистых лошадей показывают на выставках. Они участвуют в забегах, их красотой просто любуются. Настолько это универсальное и желаемое животное, несмотря на изменившиеся исторические реалии. Приходишь на конюшню без настроения, подходишь к своему коню, пожалуешься ему, он тебя поймет, толкнет вот так радостно носиком. И все, настроение поднимается. Когда я был маленький, сказки про них читали. Сказки читали? Да. Ну-ка, расскажи, какие сказки о лошадях. Ну, там, конек-горбунежный ног. Это первая небольшая история о предстоящем 14-м. В дальнейших наших выпусках до наступления нового года мы расскажем, как основательно и без спешки подготовиться к главному торжеству. Светлана Поляруш, Анатолий Мажухин, Новости 24 Крымск. Некурюм.ру Под таким девизом прошла краевая акция для молодых людей в Крымске. Ее организатором выступил Молодежный центр развития личности. Как крымская молодежь говорит «нет» вредным привычкам, смотрите далее. Крымская молодежь сказала «нет» наркотикам, табакокурению и алкоголю. В рамках краевой акции «нетурим.ру» в Крымск прибыл передвижной консультативно-методический пункт Центра развития личности из Краснодара. Его основные задачи – это профилактика, позитивная профилактика, очень важный момент алкоголизма, наркомании и табакокурения. Департамент молодежной политики Краснодарского края совместно со специалистами различных ведомств и учреждений системы профилактики Кубани организовали встречу специалистов и молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, а также молодых групп и объединений волонтерской направленности. Темой встречи стала профилактика здорового образа жизни. Молодое поколение сегодня очень много знает, но не знает, что с этим делать и как к этому относиться. И наша непосредственная задача – со своей стороны, как людям, которые самым непосредственным образом сталкиваются с этой проблемой, рассказать о пагубности, но при этом не упустить самый важный момент. Если мы говорим о негативе, мы должны давать людям разностороннее развитие в разных сферах жизни. В социально-культурном центре развернули свою работу сразу шесть целевых групп студий. Закон и порядок, я рожден на Кубани, профессия 21 века, помощь, студия независимости, волонтер здоровья. Молодежь, посетившая мероприятие, приняла участие в мастер-классах и интерактивных занятиях. Специалисты Центра развития личности провели для ребят тренинги, деловые игры и брифинги, на которых молодые люди высказали свое негативное мнение к вредным привычкам. Наталья Корня, Владимир Попов, новости 24 Крымск. Крымчан обследовали краевые специалисты. Во Всемирный день борьбы со СПИДом Министерство здравоохранения Краснодарского края с участием Крымской ЦРБ организовали прием врачей в социально-культурном центре. Здесь, помимо грамотной консультации опытных медработников, с подростками беседовали нарколог и психолог, а у входа в здание доноры сдавали кровь и проходили флюорограмму. День здоровья, который сегодня проводится, именно призван профилактировать это заболевание, призван обратить внимание людей на сложность проблемы, на соблюдение тех элементарных человеческих норм, которые позволят этим заболеваниям не заразиться. К сожалению, к сожалению большому, пока число больных со СПИДом неуклонно увеличивается во всем мире. И я надеюсь, что вот этот День здоровья будет нашим вкладом, вкладом здравоохранения Крымского района, именно в то дело, которое позволит в конечном итоге победить эту тяжелую болезнь. С 9 утра до 12 часов дня все желающие могли проверить состояние своего здоровья и сделать прививку от гриппа совершенно бесплатно. Я думаю, это очень своевременно, тем более, что вот перед зимой хочется себя проверить, посмотреть, как пережить эту зиму, так что я думаю, это очень хорошее мероприятие, очень нужное мероприятие. К этим мероприятиям, особенно к медитам, отношусь хорошо, потому что вот в это время можно пройти, провериться, проверить свое состояние, особенно то, на которое ты чувствуешь, что это недомогание. А вот быстренько сделали кровь, раз, и я уже узнал, какой у меня сахар сейчас на данный момент. Подошел к нервопатологу, нервопатолог послушал меня и сделал назначение. Вот сейчас иду к терапевту. Все это на месте, все это прекрасно, все хорошо, я очень доволен. На первом этаже волонтеры раздавали брошюры с полезной информацией о вреде наркомании и собирали подписи людей, кто не курит и другим не советуют. К счастью, крымчан без вредных привычек, как выяснилось, немало. Экологобиологический центр всегда принимает участие в подобных мероприятиях. Мы каждый год участвуем. Наш кабинет, кабинет профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, и в частности, вот наша агитбригада, волонтерская группа, смена, мы так вот называемся, и каждый год мы участвуем. Все знают, что в основном больные с ПИДом наркоманы. Именно по этой причине в этот день с девятиклассниками из девятой школы говорили психолог и нарколог о последствиях употребления наркотиков, иных средств, которые вызывают привыкание. Здесь обсуждались и вопросы, как помочь тем, кто свернул на кривую дорожку. Ребята искали пути решения этой проблемы. Первая вера, вера в Бога. Она поможет человеку поверить в себя, избавиться от этого. Второй гипноз. Врачи говорят, что можно человека загипнотизировать, и он может от этого избавиться. Семья будет поддерживать и поможет справиться с этим. Такие мероприятия, как, например, сегодня, очень нужны, очень помогают, предостерегают, и адекватно запугивают людей, чтобы они, ну, как сейчас многие стоят под воротник, говорят, ну, попробуй, попробуй, ничего не будет, один раз кайфанешь. А потом это вызывает привыкание. С самой сигареты садишься на шприц, и все, и губишь свою жизнь. Такие мероприятия надо очень почаще даже проводить. Сдавали кровь, обследовали свое здоровье и узнали много нового в этот день 1053 человека. Вероника Ежова, Александр Недобешкин, Новости 24 Крымск. Такой насыщенной была неделя декабря. Вместе с вами, уважаемые телезрители, мы следили за благоустройством в городе. Вродили по его улицам, радовались успехам крымчан, готовились к Новому году. Впереди еще немало событий и новых информационных поводов для наших встреч. На этом я прощаюсь. С вами была Наталья Харламова. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!